Баски, это тут. Всем привет, меня зовут Елена Баски, и сегодня мы продолжим введение вас в мир стилей татуировки. Сегодня я продолжу рассказ о традиционных стилях, и мы попробуем понять, что такое традиция вообще. Я думаю, все слышали про традик, слово традик и слово олдскул. Есть ли между ними разница? Мне не разнятся. По идее, слово традиция уже отправляет нас к истории татуировки и ее истокам. Помним, какие стили появились первыми. В прошлом выпуске мы говорили про орнаменты и этнику, в этом начинаем говорить про японскую татуировку и олдскул. Еще раз, их все иногда называют традиком, потому что они все являются классикой, которая на все времена, как сумка Шанель. Но чаще всего это название связывает все-таки к стилю олдскул. Откуда же он взялся, родненький? Олдскул – это старая школа мастеров. Это направление в татуировке появилось в 18-19 веке среди моряков, которые посещали острова. Там-то они увидели, собственно, первых татуированных людей, впечатлились и, собственно, решили, такие тоже, почему бы и нет. Могу себе позволить. Сильно независимо и катаясь, вот плаваю по морям, океанам, один с Ромом. Жизнь в море была очень сурова, и моряки свято верили, что рисунки на теле смогут их уберечь от падения с палубы, от укуса акулы, такого легенького, и, собственно, от корыблекрушения. Естественно, все это они взяли у тех же самых островных ребят, которые использовали татуировки как шаманские обереги. Несмотря на разгульный образ жизни, моряки очень любили добивать себе молитвы и татуировки религиозного содержания, собственно, как наши рэперы современные. По такому же принципу действуют ребята чеканы там. Об этом позже, в следующем выпуске. К мнению, это должно было напоминать им о том, что нужно и необходимо оставаться благочестивыми. Естественно, не все морячки у нас были одиноки, и поэтому часто в порту они оставляли своих жен, иногда любовниц, и украшали свое тело изображением русалок, девушек красивых, сердец с лентами и имена любимых, вот эти вот перечеркнутые. Один-два раза, три, потом Петя пошел, классика. Если уж мы говорим об олдскуле, естественно, я расскажу вам о Нормане Коллинсе по прозвищу Сейлор Джерри. Именно он считается отцом-основателем этого стиля. Вот он красавчик какой, смотрите. Сейчас это огромный бренд с хорошими бабками. И, между прочим, его девиз до сих пор актуален. Хорошие татуировки не бывают дешевы, а дешевые татуировки не бывают хороши. Ну, только на английском он там это говорил, он же американский у нас морячок. Чем же отличается стиль олдскул? Это всегда толстый, жирный, плотный, ровненький контура. Четенький, плотненький прокрас и очень простые цвета. Нету там какого-то испуганного бедра ангела. Только красный, желтый, зеленый. Синий. Помните, мы вводили персонажа? Естественно, в олдскуле это будет ласточка, потому что нет более морякской птички, чем она. В олдскуле она будет выглядеть вот так. И вот вам версия про Традик. Ее мы обязательно уточним у мэтра российской традиционной татуировки, но это будет в отдельном выпуске. Есть ли разница между олдскулом и Традиком? Есть версия, что олдскул это только те татуировки, которые сделаны по мотивам флешей Селера Джерри, то есть на морские темы. Это могут быть якоря, корабли, может быть розы какие-то классические. А традиционная татуировка это стилистически схожая с олдскулом татуировка, но на современные темы. Это может быть любимый кактус или десерт тирамису в Традике. Если смотреть на нашу птичку, то в Традике она будет выглядеть вот так. Петушок. Самое главное, ни в том, ни в другом стиле нельзя использовать сложные переходы теней, радужные переливы цвета и всякие там эффекты, типа там какой-нибудь обводки. А где можно? Конечно же в Нео Траде. Эта маленькая милая приставочка Нео добавляет жизни старой доброй олдскульной татуировки. Тут уже могут быть и контура хоть какие, и переливы цвета в серо-бурмалиновый в крапинку, и тематика любая. В общем, балуюсь и не хочу. Но контуры быть должны. Идеальные, четкие, ровные. Прям воткнул и с душой повел. Раз и навсегда. Помните нашу птичку? В Нео Традишнале она будет выглядеть вот так. Где-то между 80-ми и 90-ми народ совсем разыгрался. Рейв, тусовки, вот эти как бы вещества, да, вот эти вот. Родился стиль нью-скул, в котором вообще нет в принципе никаких ограничений. Чем больше фантазии, кислотных цветов, какие-то Acid House, там рейв, боже, что за слова. Все это будет идеально вписываться в этот стиль. Короче, чем сюрреалистичней и кислотней, тем лучше. Вот девиз нью-скула. Перекочуем теперь к резуме. Вы же слышали это интересное, мистическое, загадочное слово? А все просто. В переводе с японского это введение чернил под кожу. То есть татуировка по-японски. Сам термин берет свое начало со времен эпохи эдо. Но есть один вопросик. Японцы же любили у китайцев подпереть. Традиционный стиль японской татуировки это всегда плотно прокрашенные части тела, имитирующие распахнутый плащ. Ну или купальный костюм конца 19 века. Сейчас объясню почему. Есть версия, что таким образом первыми начали забиваться пожарные. Потому что тушили пожар, а не только в набедренных повязках. И татуировка должна была имитировать одежду. Каждая бригада пожарных имела свой фирменный стиль. И таким образом можно было определить, какая из бригад приехала на вызов. Не забыли про нашу птицу? Главной птицей в японской татуировке является феникс. Выглядеть он будет вот так. Традиционная японская татуировка делается на основе древних мифов и легенд Востока, а также по работам известных мастеров-живописцев эпохи Укьио-э. Что главное, это, конечно же, толстые контура, плотные прокрасы и простые цвета. Простые, потому что у японцев не было сложных цветов, они там не сильно мешали. И тут к нам бежит кто? Конечно, приставка Нео. Нео Джапан. По аналогии с Нео Традиционалом то же самое. Контура могут быть любые, переходы цвета могут быть любые. Но тематика должна оставаться классической японской татуировки, и персонажи должны быть нарисованы правильно. Помните нашу птичку? Феникс здесь будет выглядеть вот так. Теперь то, из-за чего на конвенциях возникает просто масса споров. Когда гейша сделана в реализме, это что? Это реализм, потому что сделана она с фотографией. А если сделан феникс, но полупрозрачный, без контуров, какой-то весь воздушный и нарисованный не по правилам, то это что? Это ориентал. На восточную тему, значит. Это слово тоже вызывает огромное количество споров, поэтому взглянем на этимологию. Ориентал в переводе это восточный, значит татуировка выполнена на восточную тему, но не является японской классической татуировкой. Сюда можно вписать и нашего феникса без контуров, и японскую акварель, и китайский, и корейский, и даже тибетский мотив. Есть у них, кстати, птицы. Вот они вот здесь вот у нас. На этом наши выпуски про стили татуировок не заканчиваются. Обязательно ждите новых выпусков. Для этого подписывайтесь, жмите колокольчики, лайкайте. И смотрите неудачные дубли у меня в инстаграме. Ссылочка есть внизу. Всем чмаки!